Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Киселёв. Итак, 400 маленьких безобидных птичек или очередная наглая украинская диверсия в отношении Великой России, крякнувшая в утином зародыше. На мой взгляд, ответ очевиден. Добраться с помощью уток до Красной площади, захватить резиденцию Владимира Владимировича Путина, гордо носящую название Кремль, и переименовать его в вызывающий смех у Запада Кремль. Вот истинная цель операции Порошенко под секретным названием Ути-Путин. Конечно, украинские журналисты будут подавать эту новость по-своему, но все мы знаем, что закинуть утку в СМИ и раздуть ее до гигантских масштабов – любимый запрещенный прием бандеровцев, которым никогда не пользуются честные российские журналисты. Страшно представить, что было бы, доберись к полчищам маленьких желтых тварей до кристально чистой голубой воды в Москва-реке. Желтая на голубом, проще говоря, медленно плывущий по течению флаг украинской хунты. Знаете ли вы тот факт, что во время недавней революции в Украине активистами Евромайдана ежедневно съедалось ровно 400 уток, запеченных с польскими яблоками, наколотыми американскими наркотиками? Совпадение? Не думаю. А вам еще нужны доказательства, что переброска уток на нашу территорию – это совместная украинско-американская акция в отношении России? Тогда обратите внимание на то, что знаменитую алчную утку, купающуюся в золоте, зовут Скрудж Макдак. Макдак – жаргонное название американской сети фастфудов, которая всячески пытается искоренить в России наш уважаемый президент. Вы до сих пор думаете, что эти, на первый взгляд, милые создания не могут представлять для России угрозы? Тогда посмотрите следующий видеоролик и убедитесь, на что способны взрослые селезни, обученные западными спецслужбами. Кошмар! Не дадим трехпалой перепончатой лапе ступить на великую русскую землю, выкрякивая на ней фашистские лозунги. Не позволим уткам-правосекам затаиться под койками наших граждан. Клювами двуглавого орла расколупаем яйца будущих диверсантов, получающих уточные в американской валюте. В наших руках не дать украинскому гадкому утенку превратиться в прекрасного лебедя. На сегодня все. С вами был Дмитрий Киселев.